Вы знаете, давайте по философии я вам напомню еще одну интересную вещь. Есть такой мыслительный эксперимент, называется мозг в колбе. Вообще он восходит к очень древним, не древним, а вообще к разным течениям, которые так или иначе постулируют мир как иллюзорный. То есть мозг в колбе, это современное уже предположение, шуточное может быть даже, но это такой пример. А то, что мозг находится в колбе, и он получает различные сигналы, ощущения все он получает просто с помощью этой самой колбы, она как бы так устроена. На самом деле мозг стоит в колбе, но все ощущения, которые в мире присутствуют, мозг получает. То есть мира нет, но он получает вот все вот это вот туда, к себе. Это такой скептический пример, то есть он как бы не то чтобы скептический, но он такой вот протоскептический, отсылает нас к сомнению вообще в принципе во всем. То есть то, что вдруг мы этот самый мозг в колбе, или вдруг как Кортезий писал, с нами играет дьявол какой-нибудь такой вот, который меняет наше восприятие, делает математику неправильной и так далее, так далее, так далее. Вот это такие общие примеры, которые нам подсказывают, но если мы сильно усложним систему, что мы из этого можем получить и в чем вообще сможем усомниться. То есть усложнить так можно вот очень-очень-очень далеко. Я-то по своим воззрениям просто даже, не знаю, можно ли назвать это воззрением, абсолютный скептик, исходно говоря. Ну то есть у меня в принципе даже в философии нет такого вот позитивного аспекта, который я мог бы выделить как несомненный. Поэтому я как бы вот и к науке подхожу, вот так получается, с абсолютным скептицизмом, и к философии, к методологии, включая философскую, тоже. Вот такое вот дело. Правда, я не верю в мозг в колбе, конечно же. Конечно же не верю, но вдруг, вдруг. Матрица, например, знаете, это из того же разряда фильм Матрица, замечательный, тоже вот, из того же разряда. Не, ну вот я так вот чисто вот в практическую сферу перевожу. Ну, не совсем понятно вот как мы получаем информацию от органов чувств. Потому что боюсь, что все гораздо сложнее. Да, да. Боюсь, что вот нервы физиологи, они, конечно, знают, где какие нервы проходят, и по каким нервам какая информация проходит. Ну вот сам, ну вот даже простейший пример с изображением. Я вот сейчас вижу вас, а вы меня видите. Но тем не менее, наш этот вот приборчик-то, вот этот вот сетчатка глаза, она получает не очень качественное изображение, на самом деле. И поэтому мы, чтобы вот вас увидеть, я должен, так сказать, несколько точек с вас снять, да. И, значит, дальше он достраивает это изображение. То есть, на самом деле, вот это вот ваше изображение, его, значит, как бы достроил мой мозг. И, соответственно, отсюда возникают всякие иллюзии, да. Я могу спутать одного человека с другим. Я по нескольким точкам вас опознал, ну все, это он. И дальше я думаю, что это вот он, да. Какие-то там объекты. Отсюда у нас все эти вот, сейчас у нас летающие тарелки по небу летают. А в 19 веке летали летающие корабли. Ну летали, летали. Достраивал что-то мозг, и все. Кстати, они действительно летали, летающие корабли, потому что есть такая иллюзия, да. Это Мираж, летящий корабль. У меня работа кандидатская, как раз антологии воображения посвящена. Вот там как раз вопрос... Как называется это? Спонтанность и стихийность как свойства воображения. Не знаю, отражается здесь правильно или неправильно. Да, да, спонтанность. Ну, в общем, я работал с философией воображения, с антологией. В каком смысле воображение существует, какие мыслители это там разбирали. Ну, на самом деле, такая, знаете, вот работа, именно вот академическая, философская, заключается в том, что мы очень много исторических всяких вот штук достаем. Потом мы, в общем, смотрим, кто что писал, как-то это сводим вместе. Ну, так вот, Ильенков, известный русский мыслитель, как раз совмещал восприятие и воображение. Ну, то есть, получается какой-то единый процесс составления вот образа, в том числе видимого образа и воображаемого образа. То есть, ну, это происходит именно с Лито, с Лито по Ильенкову, например. Вот прям вот, вот, вот вообще, как будто бы это даже одно и то же. Они прям вот вообще с Лито вместе работают. Он так это себе представлял. А есть мыслитель, сейчас вспомню его фамилию у него, где-то здесь я на него ссылался. Так, я не знаю. Видимо, я его пролистал уже. Библер, вроде бы, вроде бы Библер, он совмещал непосредственно воображение и мышление. То есть, для него это тоже были, ну, сходные процессы, как бы. То есть, воображение и мышление, они тесно связаны. Да, Библер, мышление как творчество в его работе написано вот об этом. То есть, вот, понимаете, мы даже не понимаем, как наши способности до сих пор, видимо, работают. Как именно, как их можно распределить, как с ними можно... Потому что философы, ну, философы так вообще очень сложно к этому относятся.